Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше я думаю нам стоит перейти к следующему автомобилю данной программы Это BMW M3 E92 Как бы этого BMW еще в обновлении добавили еще в марте Еще с марта я ее хочу купить Но сегодня уже 3 августа Охереть Последний месяц лета Так оно быстро прошло Ставьте лайк пацаны И напишите в комментариях Если лето у вас тоже быстро прошло Вот Эту тачку я хотел купить еще с марта Но я сначала хотел купить Потом что-то Заморозил эту идею И уже недели 2 или 3 Я тупо искал ее Я писал в дискорде Много раз Писал игрокам Ловил игроков Которых едут на тачке Прям на вот этой по дороге Говорю Брат продаешь? Не продаешь? Они говорят нет Цены что-то мимолетно выросли И она стала очень редко Потому что я даже сегодня проспал Ее уже продали За 2,8 Вот И мне пришлось купить Как бы немножечко дороже А как это было Можете посмотреть Прямо сейчас Я вообще забыл сказать Что мне на эту бомбай не хватало И мне пришлось Продать своих 3 пары кроссовок За лям За 700 тысяч И дольче габбана Я сначала пытался их просто за деньги продать И у меня не вышло А в итоге я начал искать людей Которые бы поменялись Своим автомобилем На мои кроссовки Писал всяким Вестам Маркам Приорам Нивам Е34 Сливам И так и далее И посмотрите Что с этого вышло В принципе О, привет, Даша Так, а что за сделка Привет О, Даша Привет Ну, короче У меня есть 3 пары кроссовок Там Адзихи Найхи И дольче габбаны У него есть марки И мы хотим обменяться Вот Я говорил Чтобы ему Он скинул Типа марки Я ему сразу Там порублю Продаю эти кроссовки Записывайте отказ Обеих сторон И проводить Буду рядом Все, ты согласен? Я не умею Я просто такой Типа Чайничек маленького Даша Большой привет И большое спасибо Поехали Доставайтесь в машине Пристегните С него водила Ты говоришь Что водила Плохой Ни разу не врезался Рекорд Ну да Кстати, сохранность Но я же видел Как он пытался Вот я сказал Он сразу пытался Типа Типа Да, предлагаем Эвелексу Надеюсь У них так считается Обмен Он нам должен Скинуть Марк 90 Привезти Обмен Да Теперь я ему, получается, продаю кроссы Эвелюксу Рубы. Спасибо большое. Все успешно прошло? Да, наверное. Вам все передали? Спасибо большое. Извините, допокойся. Все в порядке. Приятной вам игры. Все, спасибо. Давай, удачи вам. Спасибо большое, сори, точно доверял, просто... Это бывает, бывает. Все, спасибо большое. Но он не ютубер, не слушай, он не ютубер. А самое обидное то в этой ситуации, что он мне на следующий день в дискорде написал, что я его наебал. Понимаешь? Он на такую херню я поменял. Вроде стиль вообще, да? Кстати, да. Я надеюсь, там на заднем фоне мне слишком пиплесло слышно. Рабочая атмосфера. Ой, короче, предложение обмена чуть еще на комиссию не попал. Хотя, если попал, там что, там немного. Морковник за 600 тысяч ровно, чтобы у меня было 6 лямов от души. Благодарю. Благодарю. Удачи. Спасибо, займу. Если ты посмотришь этот ролик, тебе большой привет. Так, теперь у нас есть место под Е-92, ура. Короче, пацаны, сейчас будем скидывать максимально цену на БМВ, поэтому мы достанем старую БМВ, мол, у нас денег нет, если нас не узнает. Просто старая Е-39, которая стоит дешевле. Мы в трусах с маской, что у нас нет денег на одежду. И сейчас будем максимально торговаться на новую БМВ. И сейчас такой, о, Эван, я такой, бля, все в жопу. Приехала наша удочка, вернее, наша рыбка, а мы будем ее ловить на удочку. Без звука, угу. Блядь, я сейчас буду писать, а не их сполюсывает. Ну БМВ охуенно, я просто не могу. Третий, да, третий год, ну все заебись. Что спросить? Пиши. Без звука все похерилось. Интересно, согласись за 3? Ну хотя бы за 3,1 п*** уже, типа 200 тысяч посрать уже. Я заебался ее искать. Смотри, тачка, в принципе, подходит. Есть рыжий. Ладно, не подходит. Хочу взять для себя на долго срок. Готов ли ты рассмотреть продажу за 3 лена? О, Эван, дрол. Он за 3,2 продавал, а я вообще, блядь, 100 тысяч скинул. Давай 3, 150, ни тебе, ни мне, и по рукам. Привет, привет. Что там, когда видос? Ты мне панишь, брат. Что, тебе машину нужно до 3 лямов? Да я Е92 хочу, ну 3,1. Да не знаю, ну тут что-то как-то весов немало, вроде. Там весов, да, типа, ну диски так есть, блядь. Ну типа 3,1. Я бы за 2,7 взял, вот хорошечно было бы. Ах, тупо нет, я неделю заебался искать именно из-за этого. Иду возьму, блядь, я задрался неделю искать. По классике, пацаны, как только я ищу эту Е92, вы можете просто зайти сейчас в беседу с Мотра Рэйш, в Дискорде. Он заехал. Вы можете просто посмотреть, сколько, блядь, я объявлений подал, куплю Е92, и мне никто не написал. Надо было мне просто сегодня поспать до часу дня, и как-то просто 2,92 ушло. Один продал за 2,9, один за 2,8. Еще пару Е92 я всрал из-за того, что один поздно, один продавал, у меня денег не было. Купил Макларен, да, собираешь штраф, я ебу. Эээ, деньги, 3,100. Я уже, пацаны, уже дошло до такого абсурда, что... Уже дошло до такого абсурда, блядь, что я хотел ее купить новую из салона. За 3,4 и затюнить там его за 1600, или за 900, не помню, сколько фото стоит. Вот так, в принципе, у меня появилось 2 эти BMW. Название, кстати, не кликбейт, потому что они реально редкие. М8 на сервере достаточно сложно увидеть. Ну, можно, но сложно, они редкие, почему-то их люди не любят. М3, она редкая, потому что, блядь, ее никто тупо не продает и очень часто катается, потому что она и хороша в дрифте, и хороша, как бы, в ускорении, в управлении, просто для обычной поселенной езды. Значит, сегодня мы сделаем из них пушки. И, как вы поняли, на Е92 уже прилетят немножечко другие номера, и с одной тачки из нашего автопарка придется попрощаться. Так, мы приехали на ЭКХ. Убираем наш Макларен. Кстати, чел написал в комментариях, только я один заметил, что фара Макларена, это перевернутый... А, даже не перевернутый, это такой же значок Макларена. Вот, смотрите на фару, вот так, вот так она идет сюда, блядь, давайте вот так смотрим. Она идет вверх и вниз, и значок Макларена вверх и вниз, реально. Ты гений, чел, я что-то даже этого не увидел, хотя перебивки, блядь, фару снимал. Ладно, 500 тысяч сейчас будем тратить, оп, номерные знаки. М3, и как я уже говорил, я покупаю тачку под номер, а не номер под тачку. Именно поэтому. Что у нас подходит под 0.03? То есть, М3, 0.03? Да. Это первая тачка у нас в коллекции, это самый первый ролик. Кстати, ролик оставлю в описании. Когда мы первый номер нашей коллекции, АА-00377, купили. Еще в прошлом году, уже больше года у меня этот Субарь, я прикупил Субарь, прикупил на него АА-00377. Именно с него началась наша коллекция. Ой, легенда. Именно поэтому этот Субарь я буду продавать. Легенда пойдет на продажу, а наш номер улетел на М3. Давайте, кстати, посмотрим, как он выглядит. И самое прикольное то, что с новой графикой, блядь, с меня текстура сиках они пропадают. А с обычной графикой пропадают. Вот, не, ну вот это секс, прям реально. Не, ну реально пушка, да? Прям очень охуенно. Так, пацаны, давайте добавим немножко разнообразия в наш тюнинг. Я специально приехал на зону, почти на зону, вон там дюрма находится. Вот здесь. Именно поэтому, а, кстати, тут и заправочка сбоку, прям... Блядь! Хочу сказать, прям охеренно, что заправочка сбоку. Ой, блядь, я как всегда, ну реально. Попытка номер два. Я не знаю, одному мне напоминает вот это село, радиатор Спрингс, тачек мультиков. Реально, заезжаешь, сразу встречает тебя, ну не Матор, конечно, а Щелл, там где продает шины. Дальше, конечно, там отель был справа и круга, но здесь слева. Блядь, надеюсь, я второй раз не захерачу сейчас заправку. Спасибо. Я вообще не знаю, как ее, блядь, заделал. Так, Макларен, хотя нахуй нам надо. Начнем тюнинг с Е31. Этот тюнинг будет максимально разный, потому что Е31 мы будем расколхозивать, расколхозивать, блядь, расколхозивать, похуй. Короче, будем снимать тюнинг с нее. Потому что, ну, реально, на такие диски, на такую легенду, да, они охеренны на других тачках, но на эту легенду они не подходят. Так, нет, малярку нам пока что не надо, хотя малярку надо будет. Я не знаю, какой цвет делать этой BMW. Ну, в принципе, да, как бы в типичном радиатор Спрингс с гаража, вот такой вид, ничего необычного, да. Давайте посмотрим, есть ли на нее тюнинг. Ну, если честно, не помните, нет у него, да. Я не помню, я смотрел или нет, вот. Вот, значит, что мы будем делать? Во-первых, здесь нету нормальных дисков, именно на BMW. Ну, есть они там, блядь, какие-то, 666 стиль, но все ставят эти 666 стиль, и это капец. Но другие диски сюда не подходят, ну, конечно же, кроме MG Edition 1, они охуенные. Надо писать мне канал Ebon slash MG Edition 1, ну, реально, самые пиздатые диски подходят на все тачки. Есть, конечно, здесь диски, которые бы в теории подошли к этой BMW, но мне не нравится, мне ничего не нравится. И я поставлю стандартные диски. Да, все настолько плохо, что я буду раскухаживать тачку, что я поставлю стандартные диски. А если честно, пацаны, я бы поставил сюда вот такие вот диски, потому что они подошли сюда бы идеально. Вот, а другие диски я не хочу. Жалко, что стандартные не такие. Я бы еще спойлер убрал нафиг, потому что он вообще некрасивый. Но добавил бы по минимуму антихром сюда, добавил бы, там, не знаю, акропович в выхлоп. Но это уже можно, блин, добавить, смотручники, давайте, ебачь там. Кузовные винилы, у нас пусто, материалы по краску, матовая, эксклюзивный хром. Блин, оно прикольно выглядит, не? Знаешь, пацаны, сейчас у вас на экране вылетят, наверное, три картинки, а может четыре. Не, наверное, четыре. В какой цвет мне лучше всего красить эту BMW? Первое, это серый. Второе, это синий. Третье, это красный. Четвертое, это желтый. Как бы черный, синий, серый, но это стандарт, да? И оно не особо будет классно смотреться. И как вы поняли, я все-таки сделаю вот этот желтый, кстати, прикольно тоже. Но я сделаю а-ля вот такой цвет. Вот какой-то такой, как была восьмерка из синдиката. Это мощный, редкий цвет, именно на восьмерке. А, нет, еще и 34 в таком цвете была. И, наверное, оставим ее в таком цвете, только это слишком яркий какой-то. Не знаю, может я потом его перекрашу, но что-то такое я хочу. Я не знаю, отличается это чем-то или нет, но пусть будет дело. Так, в принципе, BMW у нас уже такая какая-то получается. Блядь, на картинке выглядит намного пиже. И последняя наша остановочка, это тонировка. Это у нас еще не... 35-ка, и она так тонирована жестко. Снимаем тонировочку, потому что зачем? Вот. И, в принципе, вышла у нас такая какая-то BMW. Не знаю, может мне сначала не понравится, потом понравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот этот цвет охуенный, не? Вот этот голубой тоже офигенно смотрится на ней. Блядь, не знаю, пацаны, если что, потом переделаем. Но такие BMW, именно в таком цвете, на сервере нет. Но есть в этом что-то необычное, да? Но зато теперь по этой восьмерке меня будут все узнавать. Не, в принципе, давайте оставим этот цвет. Он, в принципе, прикольный. Не, ну вроде не заколхозил, теперь она смотрится охуенно. Даже цвет мне понемногу начинает нравиться. Можете написать в комментариях, спорный цвет или нет. И теперь приступаем к самому дорогому, потому что это пиздец. Вы сейчас увидите, почем бампера. Чтобы вы понимали, на F90, M5, и там тюнинг стоит по 300 тысяч. Пою, говорю по 300 тысяч. 400-500. И BMW это за 10 лямов. Это BMW за 3 лямов. И смотрите, сколько бампера стоит. 200 тысяч. Охуенно, да? Знаешь, у нас есть такой с губой прям длинной. Я не хочу с такой губой. Мне не нравится. Есть этот дорест или рест, я не знаю. Наверное, дорест. Я не шарю, если честно. Вот. И есть такой. Как бы и без бампера стиль, и с бампером стиль. Но, если честно, я бы его, наверное, не добавил. Потому что, ну, губа слишком большая. Какой-то мини в губу. Задний бампер. Есть такой. Есть такой. Это 335-я какая-то, что одиночный выхлоп по краям. Не знаю. Есть такой. И есть такой. Это как будто от М4. Новый. Если честно, мне более сток нравится. И давайте... Нет, давайте уберем все-таки передний. Не хочу. Как-то вот так в стоке. Бля, если была бы такая маленькая губа, было бы намного лучше. С жопу его, в принципе, тоже ставить не будем. Давайте поставим выхлоп какой-то. Подожди, спойлер зашел. Нет, выхлоп... О, пороги. А что по порогам? Такие. Сток это такой. Ага. Такой. Такой. В принципе, порог тоже ставить. Я который в прошлом ролике сказал, капец как много тюнинга. Уже при 3 как бы точки упустил. Понимаю. Ладно. Выхлоп. Так как у нас здесь 4-ствольный, я любитель 4-ствольного выхлопа. Поставим... Хороший 4-ствольный. С насадками акроповича нету, да? Или это акропович? Просто не видно. Ладно, пофиг. Поставим вот такие вот большие трубы. У нас стоят как бы... Вот такие сейчас мы поставим, а нас стояли такие. Ну, окей. Нормальные мы, блядь, поставили. Дальше. Капоты. О, капот. Что можно? Вот здесь, наверное, вот такая выемка появится, да? Да. Ну... Не, не хочу. Колхоз. Выхлоп. Блядь, 3 с таким выемкой должна быть. Такой. Не хочу. Колхоз. Капоты. Сполеран. Есть такой. Ну, нет. Есть такой. Тоже нет. Ну, блядь, реально. С этой можно 335 какую-то сделать. Есть такой. Есть карбоновый. Есть такой. Немножко побольше. Есть такой. Немножко побольше. Вроде карбоновый. Или нет? Нету карбонового побольше. Конечно же, ставим карбоновый. Очень жаль, что нельзя сделать зеркала в карбон. И ноздри черные сделать. А подожди, а в тюнингу есть? В бамперах ноздри черные? Тонировка. Тонировка какая у нас стоит? Тонировка. Тонировка стекол. Итак. Можно какую-то пятнашку хотя бы? Я не хочу прям жестко. А давайте, нет. Давайте 35-ку. Не хочу жестко. В принципе, да. 35-ка будет норм. Назад. Передний бампер. Да, ноздри черные. Сучка. А нет, в этих не черные. Только в этих черные. Ладно, пусть так будет. 346 тысяч улетает. Это за выхлоп, спорлер и 35-процентную донировку. Хочу сюда волки. Да, на бамба волки. А какие еще? Ну, в принципе, стандартные приколи. Но нет. Хватит уже одних стандартных дисков. Вот. Как-то как-то ними ограничимся. Бля, бравосные тоже сюда прикольно смотрятся. Ну нет, пошли искать волки. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эти диски с предыдущей бамба. Здесь смотрятся охуенно, да? Я хотел вот такие волки, но нет. Вот эти, они, бля, пушка. Все, я даже смотреть дальше не буду. Уже смотрятся охеренно. И малярные работы. Да, у нас стоит вишневый цвет. Очень красивый. Прям очень красивый. Но я хочу немножечко другое. Я хочу ее сделать серой. Серой тоже неплохо, блин. Это реально тачка, в которой идут все цвета. Вот. Она только черным будет и синим на солнце. Но нет, мы основной цвет кузова немножечко сделаем посветлее. Вот. А-ля такой М3. Вот, даже смотреть не хочу. Охеренно. Добавляем. 125 тысяч улетело. ЕМА у нас теперь пушка. Блин, только если бы сделать вот эти ноздри в черный. Антихром по бокам нету, кстати. Да, уже антихром сделан вон. Возле стекол. А сзади? Ну, типа, значки. Но я... Хотя... Ну, это же смотра. Это же не CCD, который делает подробный тюнинг. Но я бы... Значки бы стал менять. Если бы уже добавили пакет тюнинга на 330, 335 и 320. Могли бы значок добавить другой. Там фары поменять. Колхозные, новые, тюнингные или нет. Вот. Ну, в принципе, так пойдет. Не знаю, может я за кадром потом немножечко этот цвет немножечко посветлее сделаю. А этот... На бомбашке я могу поменять на красный. Но это уже будет за кадром. Может отдельная серия выйдет, где я буду дорабатывать полностью свои автопарки и менять немножко цвета. Но вот здесь... Вот. Охуеть. Ну, сори, пацаны, за маты, но... Ну, реально пушка, не? Ну, прям на дисках с тюнингом, без колхоза, без этих губ. Смотрится офигенно. Едет очень быстро, кстати. Так, бомбай, давайте заправим бомб... Бля, опять бы сейчас взорвался. Ну, чём моё, Эван. В 95-м только. На 10 тысяч заправили бомбай. Как же этот цвет офигенно подходят эти диски. Прям по размеру, прям... Пушка. 1 литр. А сколько у неё баг? В 95-м... 63 литра. Нормально. На Е-92 и 4-й владелец, на Е-31 я 3-й владелец. Ну, в принципе, неплохо. Ну что, пацаны, у меня, в принципе, на этом всё. Прикупили вот такие вот две BMW. Затюнили. В плюс-минус они нам вышли в ляму в 10. Теперь весом номера я уже не считаю. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Напиши в комментариях, какая BMW тебе больше всего нравится. Ай, кстати, блядь, я же... Я же забыл показать, зачем я эту Е-31 купил. О, смотри. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. М8, может, потом переделаем. Она у меня стоит на обычном, таком, комфортном чипе кататься. А Е-92 я взял для дрифта. Но пока что дрифт-чип я не нашёл, но знаю, у кого взять. Если что, в следующей серии я могу вам показать. Поэтому Е-92 ещё пойдёт на доработку по чипу. Именно хочу дрифт на задний привод. У меня, в принципе, на этом всё. Обязательно пиши в комментариях, какая тебе из этих двух тачек нравится. Заколхозил я или расколхозил данные автомобили. Будет очень интересно почитать. Обязательно нажимай на лайкос, подписывайся на канал. Пишите, как вам данная графика, хорошо или плохо. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.